Что большинство из нас знает о всемирно известном художнике Казимире Малевичи, кроме того, что он автор загадочного «Черного квадрата». Желание узнать больше о мастере и своей малой родине привело жителей Немчиновки 23 июля в жаркий полдень культурно-досуговый центр. Директор центра Людмила Филина встречала гостей не с пустыми руками, всем по копии фильма. Это мероприятие, которое посвящено нашей Немчиновке. Немчиновке, в которой жил Малевич, в определенное время вы сегодня посмотрите фильм и узнаете очень многое того, что вы не знаете. Или, может быть, знаете, но не в таком объеме, как хотелось бы. Методист центра Ирина Солонец рассказала о работе художника над «Черным квадратом». Это полотно он сам называл своей иконой. Затем на полчаса погружение в фильм «Извиняющая тишина». По крупицам в течение многих лет собирался образ Малевича в Немчиновке. В результате работы его любят, признают и, наверное, учатся. В зале в основном коренные жители Немчиновки. Галина Попова приехала на презентацию из Одинцова. Она с особым пиететом относится к основоположнику русского авангарда. Не все понимают, конечно, это искусство. Вот для меня показ сегодняшнего фильма – большое событие. Я с удовольствием посмотрел. Марлена Благова узнала о том, что Малевич жил на ее малой родине в Немчиновке случайно от своей подруги из Швейцарии. Тут была лекция, посвященная Малевичу, и приходил Уна Малевич. Я ее помню, такая хрупкая женщина была в черном антоне. Он художник необычный, он самобытный. Он не такой, как все. Сегодняшнее мероприятие – неодноразовая акция. Для сотрудников центра имя Казимира Малевича свято. Его судьбу, историю жизни хорошо проштудировали в огромных томах сотрудники библиотечного отдела. Можно прийти в библиотеку и посмотреть и книжки Малевича, и выставки, которые проходят в нашей библиотеке. И, естественно, мы расскажем о художниках и о тех людях, которые жили в Немчиновке. Я очень хотела попасть даже на место захоронения. И я считаю, что здесь должен быть музей. Сколько других великих имен, писавших свою строку в летопись нашей страны, забыто за давностью лет. Нужны энтузиасты, как Людмила Филина и ее команда, чтобы, не жалея времени и сил, считать своим долгом. Рассказывать молодым, кем горделась Россией еще совсем недавно. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok